Пока жених и невеста прихорашивались, все организационные моменты на себя взяли друзья Гриши и Ани из молодёжного правительства. Они украшали машины, оформляли место для выкупа, проверяли, всё ли готово к торжественной церемонии. Молодые в это время вдалеке друг от друга заметно волновались. Да нервничай сильно. Все нервничаем. Бегаемся, суетимся. Несколько томительных минут и кортеж отправился забирать невесту. На встречу счастью Гришу провожали всем двором. Волнение рассеялось, как только появилась Аня в белоснежном пышном платье. Вот она моя золушка. Она принц. Она радовалась. Я ещё думал, сидел на руки её не подниму, не удерживаю. А я думаю, стоять бы на ногах от волнения. Пара вместе уже три года. Однако большую часть времени они проводили порознь. Григорий в Белгороде, а Анна в Казахстане. Но переписывались каждый день. Молодых людей познакомил интернет. За моральной поддержкой Анна зашла на сайт для инвалидов. И Григорий неожиданно смог стать надёжной опорой для девушки. Это именно он настоял, чтобы свадьба была традиционная, со всеми атрибутами и положенными церемониями. Потому что этот день они должны запомнить навсегда. Как в сказке. Да, как в сказке. Такое ощущение, что мы попали. Нереально. Просто всё происходит с нами. Я всегда думал такое. Такое, думал, в фильмах только бывает. Предложение руки и сердца Григорий сделал ещё в прошлом году, по скайпу. Анна согласилась, не раздумывая. И сегодня их одна на двоих мечта исполнилась. Своё согласие на брак молодые дали уверенно. Затем поставили свои росписи на документе. За Григория это сделала мама. А дальше, как и положено, новобрачные обменялись кольцами. И в первый раз поцеловались. Уже в статусе мужа и жены. Не обошлось на свадьбе без слёз счастья. Переживали и одновременно радовались за молодых, их родные и близкие. Родители жениха приняли Аню как родную дочь. Я чувствую гордость, что мой сын женился. Потому что всегда же говорят, что инвалиду труднее найти свою половину. Что я хочу пожелать? Я хочу пожелать им очень большой любви, преданности друг другу. Обскакал мне. Я этому очень рад. Рад, конечно, не потому, что я холостой остался. А рад потому, что в нашу семью вступила замечательная девушка, которая полностью его поддерживает. Я хочу, чтобы у них всегда так было. Чтобы она его поддерживала, он ее поддерживал. Григорий очень сильный человек. Он добьется всего. Он преодолеет все трудности. О том, что еще в детстве девочки мечтают о свадьбе, известно всем. Но Григорий признался, что тоже всегда верил, что встретит ту единственную, родную душу, свою вторую половинку. И уже точно ее не отпустит. Да, мечтал. Я мечтал о хорошей свадьбе. Потому что, допустим, часто бывают мои дни рождения. Проходят дома, в двух семьях. Думал, что свадьба – это на всю жизнь грязь навсегда. Я не хотел дома на свадьбе справлять. Всегда думал, грустил по этому поводу. Переживался. А тут вот так получилось, что по моей линии. Потому что мы очень всем благодарны. Вместе с родителями Аню и Гришу поддержали несколько тысяч человек со всего мира. После того, как пара поучаствовала в ток-шоу «Пусть говорят» и на всю страну призналась в своих чувствах, на них буквально обрушился поток писем. Многие писали, что Аня и Гриша доказали всем – еще жива настоящая любовь. И она не знает границ. Страшный диагноз Григория не помешал Анне полюбить его всем сердцем и остаться с ним, чтобы быть рядом и в горе, и в радости. На чем будете строить свою семейную жизнь? На взаимопонимании. На уважении. На уважении. На дружбе между нами. Да. Крепкой. Крепкой очень. На любви. Впереди у молодоженов еще одно важное событие – венчание. Церемония пройдет в воскресенье. Тогда их брак будет зарегистрирован, как говорится, уже на небесах. Маргарита Платонова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова